Книга к истинному православию Игнатия Тихоновича Лапкина о священстве. Священство есть таинство, в котором Дух Святой, правильно избранного через рукоположение, святительское и епископское, поставляет совершать таинство и пости стада Христова. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божьих. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пости Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих. В Церкви Христовой три степени священнослужителей. Первое. Епископ. Он не только совершает таинство, но имеет власть и другим через рукоположение преподавать благодатный дар совершать уны. Цитата. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. Послание Титул, святого апостола Павла, 1 глава, 5 стих. И еще его же послание Тимофею, 5 глава, 22 стих. Рук ни на кого не возлагай поспешно, не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым. Таинство священства совершается только в чине архиерейского служения литургии. Рукоположение воепископа по чтении Трисвятого пред чтением апостола совершают не менее чем 2-3 епископа. Епископа допоставляют 2 или 3 епископа. Апостольское правило первое. Пресвитер или что тоже священник по-церковно-славянски поп, протопоп, рукополагается епископом после херувимской песни. Священник может совершать все таинства, кроме хератонии. Рукоположение. Дьякон не может совершать таинства, но обязан помогать при совершении таинств епископу или священнику. Учреждение иерархии не дело человеческое, а Божие. Игнатий Богоносец. Главные дары священства указаны в Библии и у святых отцов. Дар сострадательной любви к своим духовным чадам, если принимает таинство с чистым намерением служить спасению людей и славе Божией. Духовную любовь не рождает что-либо земное, она исходит свыше, с неба и дается в таинстве священства. Но усвоение и удержание сего дара зависит и от стремления человеческого духа. Иван Златоуст. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Первое послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Рукоположив же им присвятеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Книга Деяний, 14 глава, 23 стих. «И поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Книга Деяний, 6 глава, 6 стих. «Христос поставил апостолов пасти церковь свою, они рукоположили епископов, те следующих, и так до наших веданий». «Если же где существует перерыв, как у эритиков-сектантов, там нет священства, а есть самозванство и гибель». Читаем книгу чисел, 16 глава. Дофан Корея Верота. «Самозванцы». «И им грозит за восхищение недоступного им священного звания то же наказание – сошествие в ад. «Тем присвятерам надлежит следовать, которые в церкви, преемственно происходящим от апостолов и по благоволению Божию, вместе с преемством епископов получили дарование истины». Ирине Леонский, книга 4, глава 26. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Священство есть что-то страшное, власть его великая, достоинство и служение его из числа величайших даров Божиих. Сам Павел страшился при взгляде на эту власть златоуст. Если священник принимает это таинство с чистым намерением служить славе Божией и спасению людей, то в нем открывается дар сострадания и любви к своим духовным чадам». Вот почему и нужно епископу тщательнейше исследовать, кого он думает рукополагать. Чтобы не получилось, как говорит Иоанн Златоуст, вместо полагающих душу за овец, «Поставили кучу поваров, которые отъели шеи, как у быков, которые завели наложниц вместо жен, которых пьяных ведут с вечеринки». Восьмой том, страница 707, 30. В житии Папы Льва, память 18 февраля, страница 323. Незадолго до смерти он пробыл сорок дней у гроба святого апостола Петра в молитве и посте, умоляя, чтобы он просил у Господа, да отпустит ему все благие Бог его прегрешения. Явился Петр и сказал, «Я молился за тебя, и отпущены тебе все грехи твои, кроме грехов, которые ты совершил при хиротонии других на священной степени. Лишь о том ты будешь отвечать, законно ты рукоположил кого или нет». Архиереи отвечают за все, что натворят рукоположенные ими. Златоуст. Если бы всегда выбирали лучших. При рукоположении архиерей произносит молитву. «Божественная благодать, изливающая всегда все ослабевающая и восстанавливающая бессиленная этого весьма благочестивого дьякона, имя Рек, возводит рукоположение моим воприс ветера. Помолимся же о нем, дать снизойдет на него благодать Пресвятого Духа». Пастырь должен жить как бы одним дыханием со своими овцами. И какое горе ему, если, цитата, «хотя бы одна овца погибнет по твоему нерадению, и тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы рассчитаться за нее». Златоуст. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» Второе послание к Коринфянам. Одиннадцатая глава, двадцать девятый стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос?» Послание к Галатам, четвертая глава, девятнадцатый стих. «Мы – Христово благоухание в спасаемых и в погибающих». Второе послание к Коринфянам, вторая глава, пятнадцатый стих. «Действуя на посомых примером собственного душевного устроения, священник должен быть неукоснителен к богослужению, молитвенен, духовен, несребролюбив, воздержан. Отец духовным чадом, кроток, брат сослужителем, должен быть свободен от душевных недугов, чтобы врачевать других. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание Коринфяна, девятая глава, двадцать седьмой стих. «Он должен всегда проповедовать, ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность. И горе мне, если я не благовествую». Первое послание Коринфяна, девятая глава, шестнадцатый стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Первое послание Коринфяна, первая глава, семнадцатый стих и девятый. «Предстоятели церквей должны во все дни, особенно же во дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. Если будет исследуемо слово Писания, то иначе да изъясняют оноя, разве как изложили светила и учителя церкви в своих писаниях. И сими более довоставляются, нежели составлением собственных слов, дабы при достатке умения всем не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугом, ни видения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение. Шестой Вселенский Собор, правило девятнадцатое. Братья, видите ли, сколько благодеяний изливает на вас Творец и Спаситель через священников? Правило Янон Кронштадтского. Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Первое послание Тимофею, 4 глава, 14 стих. На Шестом Вселенском Соборе, правило 14 и 15, святые отцы решительно запретили поставлять в дьяконы ранее 25 лет, а в священники ранее 30 лет. А если такое совершилось, они должны быть извергнуты, ибо и Христос вышел на проповедь не ранее 30 лет. Цитата. Правило святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем, дабы в апрес святера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать до уреченных лет, ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. Подобно и дьякон, прежде 25 лет, и дьякониса, прежде 40 лет, да не поставляется, и по дьякон да поставляется не прежде 25 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Против этого правила воюет везде, находя себе извинения под словом «нужда». Существует везде возраст приема в армию, в президенты, в супружество, и эти человеческие законы мало кто считает пустыми и лишними. Здесь же правила, принятые трубами Духа Святого, повсеместно нарушаются, хотя бы до уреченного возраста оставалось не более нескольких месяцев. Необходимо архиереям мысленно поставить себя перед сомном собора и прикословить им незавочно. Это правило нарушалось особенно на Руси, почему стоглавый собор специально этой проблеме посвятил три правила 25, 80 и 89. Да не нарушается, да извергаются из сана ранее уреченного срока поставленные. Новая скрижа, страница 307, Симеон Саунский, глава 177. Посему и называется пресс-витер, то есть старейший, переживший возраст юношеский, и по летам должен быть возрастом, муж совершенный, потому что он поставляется иереем Христовым, и учителем, и совершителем божественных таинств. «Я не спешил быть пастырем у тебя». Порок Иеремия, 17 глава, 16 стих. И что же? И патриарх Никон, и протопоповакам поставляются в 21 год, и чуть старше. И далее нарушение этого правила идет у старобрядцев, у московской патриархии, у зарубежной церкви. С таким упорством и постояльством, как бы и не было правила Святого Вселенского Собора. И всюду тоже сергиевское оправдание беззаконнее, но в ту же сторону спасать церковь. Иначе день некому будет спасать людей, если безусых мальчишек не поставят на самую ответственную в мире должность священно действовать. Хотя были единоличные рукоположения в епископы и ранее уреченных лет жития святых память 20 ноября епископом Федотом поставлен память 12 августа Григорий Чудотворец-1 поставил Александрова и епископы в Каманах. Память 22 июня Евсевий тайно, ходя в одежде воина, рукополагал в епископы единолично. Вот эти нарушения нужно два или три. Сколь ответственен акт рукоположения. Не потому ли Игнатий Ростовский Чудотворец памяти 28 мая повелел положить с собой в гроб список тех кого он рукоположил. Значит не боялся ответа достойных рукополагал. Память 3 января Савва Освященный считал сан священства корнем чистолюбия и на служение приглашал на время священника не держа у себя. Память 23 января Климент Анкирский рукоположен у епископа когда ему было не более 20 лет. Память 15 декабря Элифферий и в 15 лет дьякон в 17 пресвитер в 20 епископ. Более того Трифон память 19 апреля царь Феофилакт решил поставить в патриархе своего сына в 16 лет 820 год. На сегодня все. С Богом храни всех Господь. Господь.